Лето в Сочи в разгаре. Об этом говорит и статистика. Сейчас в объектах размещения проживают около 200 тысяч человек. Средняя загрузка по городу составляет 93%. Значительное увеличение числа туристов отмечено в Адлерском и Лазаревском районах. И это несмотря на то, что в последнем в основном частный сектор. Значительно улучшают загрузку курорта событийные мероприятия. Но и совместная работа мэрии с предпринимателями тоже даёт результат. Цены мы не подняли в отличие от других регионов нашей страны. И результат в общем-то хороший оказался. Главный стержень экономики города работает на высоком уровне, потому что стержень экономики нашего города-курорта это туризм. У нас успешно идёт загрузка буквально всех объектов размещения. Значит мы должны и видеть увеличение налогов, которые поступают от всех отраслей нашего города. Как в этом плане вот работа у нас? По итогам первого полугодия в краевой бюджета санаторно-курортного комплекса поступило 1 миллиард 422 миллиона. Это 56 процентов отраслевых доходов от всех курортов Краснодарского края. Темп роста относительно края у нас 119 темп роста по городу, а краевой темп роста это 105 процентов. Наибольшую динамику, что нас интересует, поступает в наш бюджет, это налог на прибыль. Относительно прошлого года 146 процентов. И НДФЛ это 144 проценты. Это те налоги, которые напрямую у нас формируют наш бюджет. Улучшить налоговую картину удалось благодаря работе инспекционных мобильных групп. Их в городе 42. Их задача – проверять. Сели гостевые дома и отели работают по закону. Из почти 200 проверенных объектов половину поставили на налоговый учет. В результате рейдов также было заключено почти 3,5 тысячи трудовых договоров. Большую часть оставили работники пляжей. Эти люди и так там работали. Только теперь их зарплата стала официальной. Налоги стали поступать из малых средств размещения. 500 объектов купили патенты. Если в прошлом году было оплачено 3 миллиона за патенты рублей, то сейчас около 10 миллионов рублей уже оплачено за патенты. И мы видим, что патенты очень популярны. Во-первых, легко его получить. Во-вторых, четко понятно, что за сезон наши предприниматели платят. Поэтому эта тенденция идет с нарастающей. Эту работу надо продолжить, потому что это есть итог. И город должен зарабатывать деньги, которые потом направлять на социальные сферы. Во время рабочей встречи Анатолий Пахомов отметил и улучшение состояния пляжных территорий. Муниципальные ничем не уступают санаторным. Благоустроенные, чистые, а главное – безопасные. Кстати, в этом году ряд сочинских пляжей включился в борьбу за голубой флаг. Эта премия дает возможность пляжным территориям попасть в международный каталог качества. Оценивать сочинские набережные и чистоту морской воды специальная экологическая комиссия будет в августе. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ.